доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях оказывающих самое прямое влияние на динамику финансовых инструментов торговая сессия вторника собственно как и понедельника были довольно вялыми днями мы уже соскучились по волоченности и хотим конечно же чтобы рынки активно заходили ведь именно в движениях и кроются те самые возможности которые пытаются поймать фундаменталисты сегодня не хочу преувеличивать значимости как дня но все-таки сегодня есть надежда на то что рынок будет активнее потому что на повестке текущей торговой сессии подписание первой фазы торгового соглашения между сша и китаем по хронологии события в 19.00 по московскому времени подписи будут поставлены у нас будет возможность ознакомиться детально со всем документам того что должны будут во взаимном порядке делать страны и как это по идее отразится на их дальнейших взаимоотношениях ну а для нас это конечно же база для прогноза касательно поведения риска по самому соглашению друзья единственное что сейчас известно это конечно же крупными мазками то что китай взял на себя обязательство увеличить закупки американских а товаров напомню что на текущий момент соглашение полностью уже в детали обговорено фар формально можно сказать что уже есть договоренности она переведена и так далее китай увеличить закупки на 200 миллиардов долларов а если разбить по категориям товаров примерно 70 миллиардов приходится на товары промышленного производства сша около 40 миллиардов на покупки сельхозпродукции и на 50 миллиардов китай увеличить закупки углеводородов я думаю что преимущественно конечно же нефтянки со своей стороны штаты снизят пошлины и уже как мы обсуждали с вами вчера исключили китай из списка тех стран которые манипулируют курсом но то на такие вот уступки если вообще так можно сказать пошли соединенные штаты америки лично дональд трамп интересный нюанс друзья заключается в том что сша готовы будут снизить пошлины но не сразу а только после того как убедятся что китай выполняет взятые на себя обязательства то есть как только будет четко подтвержденный факт из торговой палаты что китай закупил столько сколько обговаривалось соответственно на это понадобится время друзья и я думаю что мы так все равно с вами вернемся к как раз уступкам а сша к снижению пошлин на период только после президентских выборов как когда-то говорил дональд трампа в целом как это соглашение повлияет на динамику финансовых инструментов начнем давайте с рынка нефти которая сейчас торгуется чуть ниже 65 долларов за баррель 64 39 и я рекомендую тем кто все-таки хочет рискнуть и в расчете на спрос на риск потенциальный который может возникнуть по факту подписания торгового соглашения сделать ставку на длинные оппозиции я прекрасно понимаю что об этом соглашении о первой фазе мы с вами говорим уже два месяца они все известно известно опять же условия известна конкретная дата время подписания поэтому можно сказать что уже все заложено в ценах но я пожалуй ски буду оптимистом и предположу что какой-то всплеск интереса к риску в том числе и к нефтянки будет поэтому будем транслировать идею последующего улучшения ситуации в мировой экономике если сша и китай все-таки будут вести дальше конструктивные переговоры что касается дополнительных факторов поддержки нефти опек вчера сделал заявление о том что могут рассмотреть возможность переноса даты следующего заседания с марта на июнь ну и соответственно это потребует автоматического продления текущих договоренностей по снижению производства нефти до 1 7 миллиона баррелей тоже до этого периода это позитивный момент друзья для всего рынка нефти но и также на повестке текущей торговой сессии официальный насчет от администрации энергетической информации я по-прежнему закладываюсь под то что мы увидим а цифры со знаком минус и это еще один фундаментальный триггер для роста котировок если все сойдется для покупателей сегодня бренд окажется снова выше 65 ну а там уже будем следить за развитием событий доллар иена 10991 мы вместе с трейдерами которые торгуют этой валютной парой консолидируемся рядом с важным круглым значением 110 иен за доллар повторюсь друзья что приоритет лично для меня длинные позиции потому что нету никаких причин сейчас говорите о повышенном спросе на иену ну по крайней мере вот на текущий час никаких форс-мажоров геополитических рисков и угроз на повестке не нарисовалась а вот что касается статистики и перспектив американской монетарной политики здесь более-менее картина становится также с учетом текущих водных а ясно и вчера вышли данные по инфляции значение хороший 2 и 3 процента с 2 1 рост очевидный в месячном выражении правда прирост оказался поскромнее но все равно на целых две десятых процента это хорошее значение друзья это цифры которые позволяют говорить о том что инфляция все-таки постепенно растет о чем говорит сильная статистика по инфляции это значит что нет причин сейчас для федрезерва менять текущий курс монетарной политики поэтому как было отмечено председателем федрезерва мы джеромом пауэлом ориентируемся на первое полугодие стабильности и нейтральности процентных ставок для доллара это тоже позитивный момент евро против американца 1131 я думаю что сегодня мы можем протестировать поддержку 11 впереди два важных события одно очевидно это данные по промышленному производству о них мы говорили накануне вслед за слабостью производства сектора германии промпроизводство еврозоны также будет камнем валиться хотя цифры это просто уже констатация факта уже это произошло но сегодня в этом еще раз друзья сможем убедиться поэтому по статистике слабое ожидание давление на курс главного валютного риска и в 21.00 сегодня еще и выступление главы а бундесбанка вайдмана также мы говорили накануне о том что есть серьезные основания полагать что наконец-таки германия признает проблемы для экономики и пересмотрится понижение прогноза экономического на роста фунт против доллара 1.3023 вчера был всплеск интереса к этому инструменту фактически с уровня 1.2953 мы выросли на 70 80 пунктов это произошло после того как джонсон премьер-министр англии сделал заявление о том что он абсолютно уверен что съезд удастся договориться в рамках текущего года и не нужно продлевать сроки потому что соглашение будет достигнуто за оставшуюся часть двадцатого года но когда все-таки участники рынка пораскинув мозгами пришли к выводу что времени все-таки маловато и опять же джонсон лишь создает иллюзию вот этого напускного позитива стало ясно что не так уж и интересен фунт с покупками я друзья рекомендую все-таки присматриваться к продажам потому что данные по промышленному производству и темпам экономического роста не оставили нам другого вывода кроме как принять позицию рынка что банк англии готовится к снижению ставки это может произойти уже 30 января то есть совсем скоро сегодня данные по индексу потребительских цен если статистика разочарует то соответственно еще можно плюс 10 процентов вероятности накидывать к тому что 30 января ставка будет снижена к длинным позициям фунта мы вернемся с вами только лишь в феврале и по остальным валютным парам доллар канадец 1.3056 мы топимся рядом с уровня с которого мы зашли в короткие позиции то есть ставим на укрепление канадца 22 января банка канады проведет заседание но конечно же ставки меняться не будут особенно на фоне последних отчетов и того что мы верим в рост котировок нефти и австралии спорте в доллара 069 топчется рядом с поддержкой 069 я думаю что продавцы пытаются закрепиться ниже этой планки причин для того чтобы продавить этот уровень у них много и полагаю что до конца этой недели произойдет долгожданной развязкой и поддержка превратится в сопротивление в общем ориентируемся на снижение австралийцев долларов уровня 067 на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания